Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов Возраст Этот показатель точно не будет играть роль в возможном поединке между Конором и Хабибом Обоим бойцам по 28 лет, а Конор старше Хабиба всего на 2 месяца Стиль ведения боя Конор Макгрегор является 100% ударником Его стили бокс, тхэквондо, карате и кикбоксинг Лишь один раз за всю карьеру он одерживал победу удушающим приемом Зато в 15 боях ирландец побеждал нокаутом и дважды судейским решением Манера ведения боя Хабиба отличается от манеры Конора кардинально Он ярко выраженный борец Россиянин владеет вольной борьбой, боевым самбо, грэплингом и дзюдо А партер его стихия Однако и с ударной техникой у него все в порядке Немало боев он завершил техническим нокаутом Если этот бой состоится, то мы увидим не просто противостояние борца и ударника А противостояние высочайшего уровня борца и высочайшего уровня ударника При этом Конор умеет бороться, а Хабиб боксировать Хабиб показывает лучшую борьбу, если не в истории ММА То по крайней мере за последние несколько лет Конор прекрасный боксер Очень быстрый и точный При этом мы видим, что Конор явно работает над тем, чтобы улучшить борьбу Это видно по его последним поединкам В частности, он научился неплохо защищаться от проходов ноги Что усложняет задачу Хабибу Кроме того, МакГрегор часто выступает Все время находится в тренировочном процессе Он попробовал себя в трех весовых категориях И знает сам себя как никогда Считается, что на данный момент он в лучшей своей форме за все время Антропометрия Одним из главных показателей в этом бою станет размах рук Размах рук МакГрегора превышает размах Нурмагомедова На 10 сантиметров Что безусловно является преимуществом для боксера Коим является МакГрегор При этом Хабиб с ростом в 178 сантиметров Выше МакГрегора на 5 сантиметров Хабиб превосходит Конора в физической силе и габаритах Что очень важно в этом бою При этом одна из сильнейших сторон МакГрегора Он отлично держит дистанцию Думаю, Хабибу нет смысла пытаться боксировать с МакГрегором А самая правильная тактика для него Начать работу с самого первого раунда И постоянно идти в проходы Чтобы перевести бой в партер Где Хабибу нет равных на сегодняшний день Мотивация Судя по внешним проявлениям Хабиб мотивирован невероятно Дай мне чемпионский бой Дай мне МакГрегора Кричал Хабиб Дэйню Уайту В перерывах между раундами Своего последнего боя против Майкла Джонсона Кроме того, если у МакГрегора есть 3 поражения в карьере То Хабиб до сих пор горечь поражения не испытывал И уж точно не собирается Слабые стороны бойцов Хотя Хабиб появляется достаточно хорошим боксером Но это не тот бокс, который может сравниться с боксом МакГрегора Думаю, они смогут боксировать на равных только после двух раундов активной борьбы Когда МакГрегор устанет и потеряет свою скорость и точность Еще одна слабая сторона Хабиба – его травмы Главное, чтобы он не получил повреждений во время тренировок и сгонки веса Главная же слабая сторона МакГрегора – это в первую очередь борьба Которая не сравнится с борьбой Хабиба Кто же выиграет? Шансы на победу у одного и у другого 50 на 50 Можно предположить, что Конор начнет бой неспешно Как он начал свой последний бой против Эдди Альвареса Стараясь сэкономить силы Но с другой стороны, он может воспользоваться тем Что Хабибу иногда требуется время в начале боя Чтобы раскачаться и начать бой активно Как делают это чаще всего К сожалению, в бою против Джонсона Хабиб пропустил в самом начале поединка левой прямой стойки левши А это один из излюбленных ударов Конора Так что Хабибу будет очень важно активно начать бой с первых секунд Постараясь использовать обманные движения и навязать борьбу Скорее всего, Хабиб не будет искушать судьбу и пытаться перебоксировать Конора Информация взята из газеты Спортэкспресс Теперь хочу обратить ваше внимание на диалог одного из представителей СМИ и тренера Конора МакГрегора Многие отмечают, что слабая сторона МакГрегора это партер Насколько много внимания он всегда уделял борцовской подготовке И насколько сильно прибавил в этом отношении за последнее время С самых первых тренировок Конор очень много времени уделял борьбе Обычно я показывал какой-то прием и в конце тренировки он уже делал его Это меня подстегивало, я давал ему еще больше упражнений Иногда тренировки длились и по 5 часов МакГрегор всегда внимательно следил за техникой, движениями, пытался разобраться что и как Если говорить о текущем уровне борьбы Конора, я не соглашусь, что он плох в партере Не помню боев, чтобы у него случился откровенный провал Разве что бой с Чадом Мендесом, где он вообще не боролся из-за травмы колена Он просто не вступал в борьбу, чтобы не рисковать И выиграл этот поединок в стойке Большинство людей просто не видели, как он на самом деле умеет бороться Теперь мы подошли к обсуждаемому сопернику Конора МакГрегора Хабибу Нурмагомедову Честно, я сам не знаю, когда и с кем будет следующий бой Конора Пока что ждем предложения от UFC Что касается Нурмагомедова, все говорят, что у него есть очень сильная борьба Но я как профессионал могу сказать, что если внимательно разобрать его технику, то она несовершенна Я видел несколько видеонарезок, где он борется с вольниками на тренировках Если рассматривать только этот компонент, я считаю Конора более техничным в плане борьбы При этом отмечу, что в клетке во время боев ММА у него получается связывать соперников лучше Чем на традиционном борцовском ковре У Хабиба будет сложно навязать бой МакГрегора, потому что у ирландца очень длинные и сильные руки Вообще по силе Конор совсем не уступает Хабибу Окей, в последнем бою Нурмагомедов пропустил несколько ударов слева от Майкла Джонсона А это один из излюбленных ударов МакГрегора Еще одно преимущество для Конора Майкл Джонсон в большей степени ударник И насколько мне известно, у него нет серьезной борцовской базы Тем не менее, в начале боя против Хабиба он действительно несколько раз хорошо попал Конор при этом бьет жестче и резче, чем Джонсон А также умеет очень точно выбрать подходящий момент для атаки Конор будет стремиться использовать любую возможность пробить Кого больше боится сам МакГрегор? Никого! Завтра Конор может сказать, что будет биться в категории до 77 кг А может вообще накинуться на тяжеловеса Так что конкретный соперник для него вообще не проблема У него нет предпочтений Он никого не опасается На этом все, друзья Это было обсуждение всеми желанного поединка Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора Напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть этот бой А также ваше мнение по поводу этой схватки С вами был Панин Вид, специально для канала Артема Тарасова Всем спасибо, до новых встреч!